В тихой и спокойной обстановке идет соревновательный процесс. Пять рабочих мест для конкурсантов со всем необходимым оборудованием расположены здесь, в Центре компетенций Новоуральского технологического колледжа. Ребята, получив определенное задание, выполняют работу. За процессом следят эксперты отборочного этапа отраслевого чемпионата Твеллскиллс, как говорится, вживую, а также с помощью видеокамер. Необходимо, конечно, хорошее образование в области электроники, знания физики, математики, очень желательный опыт, работы с электронным и измерительным оборудованием. Ну и довольно широкий набор навыков в плане практической работы. То есть надо владеть ручным инструментом, паяльником, владеть компьютером, моделированием электронных схем с помощью компьютера, разработке печатных плат. У нас очень многоплановая компетенция, поэтому проверяем много навыков. Нужен универсальный специалист в области электроники. Константин Виноградов – эксперт инженерных состязаний с 2017 года, когда впервые съездил на Твеллскиллс. А с 2019 года он главный эксперт Твеллскиллс. Говорит, что ежегодно участники разные – и студенты, и работающая молодежь. Но у всех конкурсантов большое желание продемонстрировать свои компетенции и выйти в финал. Этот отборочный этап на чемпионат проходит в компетенции электроника. Участие принимают пять ребят. Все они сотрудники разных предприятий. Это инженеры-электрики, слесари КПА, наладчики электронного оборудования. Среди пяти – претендентов и Сергей Горбунов, инженер научно-производственного объединения Центратех. Он достаточно опытный участник. Проверял свои силы и знания на Атомскиллс, заняв почетное третье место, и на Волтскиллс Хайтек, став лучшим на чемпионате. И второй год принимает участие на отборочном этапе Твеллскиллс. – А почему решили еще раз поучаствовать? – Ну, это же соревновательный дух, как бы всегда охота показать свои знания, умения и оказаться среди лучших. – А вот сегодня, я так понимаю, по электронике соревнуетесь? Компетенция электроника, да? – Да, совершенно верно, электроника. – Сложно, несложно? Расскажите про задания. – Ну, задания, с одной стороны, сложные, они интересные. То есть, занятие электроникой, оно всегда дает какой-то интерес. Вот, поэтому их нам задают загадки, вот, мы их разгадываем. В этом интерес и заключается. Сергей Горбунов – наглядный пример успешного человека, который, следуя народной пословице, где родился, там и пригодился. Достаточно твердо и уверенно идет к своей цели. После окончания навуральского филиала МИФИ пришел работать на УХК, а затем и в научно-производственное объединение «Центротех». Свои фундаментальные знания и опыт, помимо работы, периодически проверяет на престижных конкурсах. Он хороший специалист, который отдает свои силы и умения родному на Уральску. Но на прошлые заслуги здесь не смотрят. На конкурсе нужно показывать все свои профессиональные компетенции, выполняя задания точно и правильно. А места отборочного этапа «Твеллскилз» распределились следующим образом. Первый – Сергей Горбунов, за ним Павел Рассеев, Михаил Скореев, Артем Афанасьев и Максим Вишняков. Лучшие будут представлять на Уральск на «Атомскилз». Надо сказать, что наш город не первый раз участвует на таких престижных соревнованиях инженерных профессий и каждый раз привозит призовые места. А это значит, что наши ребята – сотрудники промышленных предприятий, квалифицированный персонал, который не только успевает выполнять свою работу, но и повышать компетенции, в том числе активно участвуя на отраслевых чемпионатах. Пожелаем удачи нашим землякам. Наталья Рау, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.